по порядку момента как что у вас было как вы оказались что вы пожелаете рассказать до сегодняшнего момента до этого часа оставьте память нам так как я познакомился и как увидел ваши ролики и как подсел на них с этого хочу начать до этого я слышал у протестан там протестант баптистов там или других проповедников христа поверил на это все значит и спасся был такой я сидел ну а мне же никто не объяснил я интересовался этим и как-то попался мне ролик александров калининым если не ошибаюсь где он там рассказывать ну рассказывать как что с ним произошло и так получилось я один или два ролика с ним вот посмотрел делом выкладывать ю тубе то ли второй то ли третий ролик был с вами первое впечатление что я увидел как вы с ним разговариваете строго то я подумал сначала что вы в тюрьме находитесь первая моя мысль потому что две шконки здесь две шконки там я думаю библиотекарь какой-то в тюрьме может позволено вам этот бород таскать на то коротко было пострижено у вас как вы там обличали он все говорил вот поверьте христа спасибо спасена будет кто уверовал христа а вы говорите все по писание по писанию говорили и говорили так что если я не ошибаюсь бог говорит живи по слову моему бойся того не бой не бойтесь тех кто тело может погубить но больше больше того кто тело и душу может гиене огненный гену огненный отправить и вот с тех с тех пор я подсел на ваши ролики нашел как-то вот сразу у вас ну и уже ты сколько с 2014 года а может даже с тринадцатого года слежу наблюдаю порой даже были чем ближе к этому году вот когда уже сообщение начал вам отправлять порой было такое что просыпаюсь в голову мысль первую это про вас ложусь опять про вас целый день только об этом порой думал бывало такое если бы не ваши ролики познал по слову божьему сразу можно понять где истина а где нет и где человек троица во славу божию и этим хочет привлечь и других людей где истину говорите вы глаголите вы с ней как сказать другим рассказывайте про истину про слово божие что жить надо вот так и об этом же меня никто и не говорил я интересовался я был один раз у баптистов на троицу посидел меня ничего не заделал но посидел я посмотрел был у харизматов там тоже не это и все я как-то ушел просто хотел посмотреть что и как они о чем говорят но когда начал смотреть ролики ваши разница небо и земля абсолютно я не знаю что в меня задело но все я уже подсел и потом больше не мог я не а порой домашний с этим этим ты уже с дедом своим там где скоро крыш по хист домашний ты про нас забыл там 5 10 слава богу сейчас вроде ничего с вашей молитвы на тихо ночь ну вот сказать александра то он скрывал за себя сейчас на себе тюрьме открылась у него убийство женщины до поделка документов то он там заступался против фильма матильды стали кинотеатры угрожать же угрожать сжигать а дальше его раскопали его не за ним такие дела и он горит я обмирал видал там этому там счета детал я ему сказал ты не выдумай брось это все и трудись для бога трудись работой он привык везде ездить не работать ему надо общего создать еще он создаст когда за плечами труп все ты создашь на сейчас на сидит все еще но зато вроде бы отбыл и и все везде скрывал никому не говорил а я только первый раз с ним встретился с я стал вижу фальшивый подошвы до ноздрей я не знаю почему с youtube это ролик вот это убрали он бы многих людей коснулся но такого не как он там начал биться и я спрашивала ты не против что я выставляю не то он начал жаловаться там то другое такой мелочный оказался не угодный человек разве это можно делать и дал разрешение все официальный говорим но вы там обличали по слову божьему до ничто не от вас не шло только только по слову божьему на западе сказали в аптисе там харизматы это во первых не церковь это самое главное не церковь а деноминация конфессия эти слова сатана придумал не люди это под этими словами везде ересь означает есть истина церковь православные еретики и поэтому ваша душа вам подсказала это моего там еще нету тем более я когда говорю ссылаясь на слово божье на святых отцов на каноны церкви на житья святых а у них до этого ничего нету писание они извращают и главное если пастырь то у них пастор такого слова нет у русских пастор у нас священник вот он пастырь пастырь овец духовных а то пастор спрашивается это что такое ну то есть обман священство нет таинство нет спасения нет и согласно слово божие они самозванцы наследники дофана верона и корея и на тихончик более того я вам скажу что от того что вы не от себя все это говорите говорить по слову божьему людей касается и более того вот даже пример взять когда вы говорите больше не были не брось и брось бритву и не прикасайся больше к ней естественно это начинает борода расти там усы как положено других это раздражает то ли от того что вашему слову как бы сказать послушались то ли от бороды не могу понять на работе уже меня там некоторые про мне выносят а какое дело за бороду я не знаю понять не могу я говорю что я тебе такой сделал что ты вот так усыновил как не увидит меня сначала молчал хотел потом спрашивать нашу ну я ему права сказал что я бы по библию написано написано человек был создан по образу и подобию божьему а если мы броемся значит искажаем по подобию образ божий так они давали не давал ответ на теперь нет это как не увидит меня вот какую-то гадость расскажет а вот вы отсюда сделать если мир тебя ненавидит защит ты не похож на них это первое и мир оси не одобряет это это означает ты не мирской уже грань положено борода показывает волна раздел вот до того момента они признавали тебя своим пили курили вместе а теперь нет а почему бог так создал и весь ответ я ничего не добавил женщина если растет это какие-то гормоны что-то сбой у ней там системе мужчина зачем бреется женоподобные лица бреется человек и что он хозяин над женой в это трудно поверить борода указывает на твою власть власть мужчина вот женщина сидит даже депутат дума там смотришь без платка накрашенная стриженная выход только один ответить почему она такая явно платка нет она не молится без платка молящийся постыжает свою голову и нет власти на день мужа то есть она где-то 5 5 уже имеет этот не муж ей как самарян капотина так что тут доказывать еще не надо посмотри на иконы на изображения достоевский лев толстой посмотри какие люди были салковский я уже беру не каких-то там вот приезжал тогда фидель кастро хошимин там бороденка то три волосинки посесть димитрий смирнов чаплин какая там борода а он ее не трогает и трогает и в этом вопросе он прав много об этом когда бороде и говорить не надо потому что а что вы ее отростили а грею не рост она сама растет и для какой вот она дальше не растет все и в этом положении она у меня сейчас борода 57 лет дальше она сечется отпадает кончики об этом говорить даже не надо ну и как ваш день сегодня слава господу богу с батюшкой когда мы вышли с церкви направляюсь на водное крещение такое облегчение почувствовал не знаю как описать это было когда я уверовал во христа это чувство было когда уверовал во христа это мне было то ли 15 то ли 16 лет то ли 17 лет надо был до службы было это я уже не помню после постсоветского времени 90 конец 90 начала или начала 90 93 92 года сейчас она наверно покойница была баба веру приходила она тетяка и помогала квартиру продать она была фронтовик мы гулять зина вот она того что была фронтовик я вот хочу бросить меня вот этот грех она курила вот это горит рукой я двух горит немцев положила она была и им значит дали задание она была старшая я не знаю там позвоним то и часовых с моста убрать и она горит вот эти вот эта рукой я двух часовых горит немцев за уложила но она проносила с собой книгу библию и как могла говорила рассказывая с мы слушали я слушал в это время еще был клуб 700 протестантов вот этих на то время мультики там они тут летающий дом и слова были у них господь иисус умер за тебя и прими его как спасителя своего и вот это как-то меня задело я помню вышел отдельно на веранду у нас тогда надо говорить и пал на колени и помолился господь иисус я тебя я принимаю тебя за своего спасителя умершего за мои грехи и сказал видать от сердца все что тогда я почувствовал кончиков волос до кончиков пальцы ног я не знаю как слова эти объяснить такую благодать на я я я готов был у всех спрашивать прощения на тот момент такое облегчение у меня получил я почувствовал никогда такого в жизни не было и вот это то что я ощутил на тот момент с тех пор я не нес до этого но сегодня когда мы погружались в воду какое у вас чувство было я говорю облегчение было только когда уже шел когда батюшка с нами там прочитали приняли христа как спасителя по словам и вот начали идти с утра вот стол в сторону пруда на водное крещение я уже почувствовал облегчение сегодня а вчера когда покаялся в грехах своих у меня даже боль в спине пропал я удивился такого дошел туда и хромая у меня и спина поясница болит и в ногу отдает в храме так молился и поклоны делали или кое-как а тут покаялся и боль прошла я от радости не знал что делать славу господу богу давай прочитаем и про имя которое тебе дали вам видно вот здесь что написано ездра как происходит от греческого слова на иврите вот так пишется ездра по-латински вот так вот это по на всех языках как издрес я ездра около пятого века до новой эры запомни когда в исламе известен падением узаир иудейский священник возвратившийся после был он скоплена воссоздавший еврейскую религиозно-этническую идентичность на основе закона тары персонаж и заявление автор книги ездры в талмуде эзра расценивается как один из величайших деятелей еврейской истории и основоположник раввинистического иудаизма иосиф флавий описывает ездру как личного друга персидского царя ксеркса 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 дальше родословие родословие родословная приведенная ездра 7 1 15 очевидно направлен на то чтобы доказать происхождение ездры от первого первосвященника аарона тем не менее при сравнении это родословной с перечисленними потомков а рона в 1 пара 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 6 12 14 стихи со 2 по 14 стихи можно увидеть что некоторые предки в родословие ездры упущены более того в родословие упущены непосредственные родители ездры поскольку между ними из серия и серия и ей приблизительно 130 лет разницы серая и я согласно первой книги парали поминон был отцом первосвященника и оседдек а введенного в плен а сам он был казнен по приказу на выхода носора в ривле таким образом сера и я очевидно является дедом или прадедом ездры а непосредственно отец ездры не упомянут возможно потому что не занимал поста первосвященника и следует все это предположительно предположительно вот что ты открыл и открыл ездра книгу пред глазами всего народа вот он как вот у меня сколько есть тут пророческие там слова библейские везде вот этот ездра стоит его избрали дальше и жизнеописание жизнеописание говорят об одной книге ездра это первая ездра каноническая но у него еще две не канонические книги 1 пророческая 3 ездры считаем дальше поскольку усилия ездры способствовали преданию еврейской религии формы которая была призвана определять ее в течение предстоящих столетий сейчас я вытащу на увеличить тобой лучше видно посмотри контрол с снимаю открываю word контрол смотри сейчас для володи мы сделаем это хорошо будет здесь его видно двадцатый о лучше считать да да вот она мил глаз на столь большое значение что более поздняя традиция расценила его не больше и не меньше как 2 моисея она не согласно библии согласно библии ездры прибыл в иерусалим в седьмом году от начала царствования персидского царя артаксеркса 1 1 до первых их несколько было ездра 77 в еврейском тексте артакша что то есть примерно 458 458 год до нашей эры иосиф флавий отожиставляя артакша что серксом утверждает что прибытие ездры в юрисалим имела место в седьмом году седьмой год правильности так я не даже ничего не значит вот это вот дальше помимо этого смешанные браки помимо этого смешанные браки с чужеземками язычницами представляли определенную опасность так как грозили сообществу смешание с языческим окружением смешением с языческим окружением и потерей самобытности и утрате завета с богом а как много значит ездра был священником и книжником сведущим ведущим сведущим в законе ты знающий закон и очевидно придерживался строго консервативного взгляда на отношение евреев с язычниками именно в несколько несоблюдения закона ездра видел причины ослабления и падения иудейского царства и последовавшие за ним пленение вот сколько был он там как пришел через сколько месяцев какие были враги вот это все это можно будет прочитать какие об этом писатели местные мусульмане приписывали есть сверхъестественные свойства легенды писать ну по с пасхой вот христианстве как в исламе в коране ездра носит имя о зайр зачем утверждается что иудеи объявили его сыном аллаха чем совершили преступление против истинного единобожия вот ну и дальше сколько согласно предания и так далее вот что интересно я занимаюсь историей от ездра у нас календарь есть ну так называть связцы и по ним называет какой день человек родится вот я родился 10 июня и там игнатий есть иннокентий и в тихий кто меня крестил тот взял именно имя игнатий а ездра нигде нету вообще нельзя объяснить я пытался узнать не как только ненавистью монахов к слову божию это одно объяснение даю такое равных ему нету его сравнивать с моисеем но моисея это еще спрашивать моисея оба ветхом завете ну вот за моисеем то сколько чего чистится то и провалившийся и сожженных и погибших за этим ничего нигде нету этот и пиоплянку там взял еще сестра и у морям упрекала у этого ничего этого не было он на чистоте нации заботился а он собрал книги моисеева и другие какие были до этого времени уже он составил ветхий завет это тора откуда он пришел далее он вывела из плена и не так что там как-то а царь расположен сопровождение дал то есть он своим присутствием видом словами пленил его у моисея этого не было там ожесточение параона и ну конечно бог ожесточал горды иди и далее говорится о том что он отстраивает город моисея ничего не отстраивал господь его обвинил в том что он виновен и не разрешил даже в землю зайти сейчас моисеем сравнивать то несравненно выше давида за давидом там тысячи убитых и за этим ничего нигде нету это единственная личность в священном писании ветхого завета которая не запятнана ни единым пятнышком и что он сделал мы считаем это вот этот всемирный развод устроил очистил нацию от смешанных браков отстроил город смирил врагов расположил царя написал книги пророчества собрал ветхий завет так это еще не далеко не все он какое от после себя наследие то оставил так как учил в одной руке мастеров другой винтовка и и он не занесет списке нигде во имя ездра никогда не крестит это тоже что батюшка крестил вас назвал ездра это вызов вызов вот всей этой темноте монашеской я спрашиваю почему он не канонизирован канонизирует таких людей которые даже близко не подходит под это сейчас сергия строгородского надо канонизировать там начинает некоторые уже иконы сталина держат в латвии иконы гитлера святые и люди по-своему с ума сходят ездра это величайшая личность ветхом завете мы не по не погрешим если назовем его этот священник трудился в новозаветном духе с такой любовью к своему народу он вывел его из плена и поэтому я очень хотел чтобы вот это давлеющее на невидимо над ездры тяжесть цепь была разорвана и я увидел это в сегодняшнем крещении достойно несите этот образ имя его книги ездры все пересчитайте на не один раз то есть самое лучшее что вы найдете скажи ездры помолись он живой это не то что там молиться духом каким это святые он святой и помоги мне быть достойным того к чему меня призвал господь прямо призвать на помощь от день ангела у меня святой игнатий ростовский чудотворец этот в честь князя владимира а вот ездра это в честь другого нет ездра он один я вот вам кое-что немножко написал сейчас здесь ездра встречается в библии 61 раз упоминается 61 61 раз ну просто зарядить ездры поисковик библейский если есть вот этот вот поисковик вот я хотел спросить как закачать как вот володя знает как когда-то из библии все напиши в интернете найдешь если не как-то после 10 октября зайдете куда-то мы сразу вам скинем затруднения даже написан цитаты лежит до то что есть это потом откроется нет там скачать написано великая дивна сотворил господь посчитайте какими лишь как с едрой были персидского значит пришел ездра сына дальше перечисляется кто когда послова ездра выделено видишь сколько раз это вторая книга ездра а вот третья третья книги ездра как он встречается это слово рука человека начало его а конец пита его а другом ездра не спрашивай меня более любопытного человека чем ездра и кажется не было он на каждом вопросе а это какая-то какая-то то есть очень любопытный был на поле постился одни святые ел это третья книга ездра три раза по 7 это не канонические книги а если взять канонические книги то тут маленько поменьше 25 кажется ну да 25 раз вот перси кто после сих происшествий царство сердца цара персидского ездра сын сирай вот так сын азарий сын хилки сердце расположил к тому чтобы изучить закон господин исполнить его и учить в израиле закону и правде вот об этом думай никуда к сектантам не ходи душу и не губи они дать тебе ничего кроме того что говорим мы дать не могут здесь все достояние церковное мы сейчас разговариваем с нами вместе здесь и златоуз и василий великий и святой ироним сектант это все отвергли никого не признают само мнение живет во грехе не крещеный правильно не причащается без священства я спасен я спасен это обольщение а мы спасены в надежде надеемся на милость божию посмотри сколько я перри перехожу это книга ездры все это упоминается книга нееме и открыл ездра что книгу пред глазами всего народа потому что он стоял выше всего народа и когда он открыл ее весь народ встал вот и дальше 6 стих и благословил ездра господа бога великого и весь народ отвечал аминь аминь поднимая вверх руки свои поклонялись и повергались перед господом лицом до земли и дальше что и считали так и что левиты поясняли народу закон между тем как весь народ стоял на своем месте и считали из книги закона божия внятно и присоединяли толкование и народ понимал прочитанное это не православное здесь они ближе протестантам нееме они с ними были друзья и книжек я за священник и левиты учившие народ сказали всему народ день сей свят господу богу вашему не печальтесь и не плачьте потому что весь народ плакал слушая слова закона трогала сердце их трогал потому что живое понятное слово вы в паспорте везде вы останетесь под прежним именем а когда будете приходить при счастье в церкви где православная там есть у вас сразу отвечая ездра вы знаете это будет проповедь как ядра меня так крестили и весь сказ крестили я крещение получил святое с полным троекратным погружением от истинного священника и мне именно рекли это это по пророчеству на мне исполнилось я думаю что ездра на тебя и похоже был у меня такое впечатление меня спрашивает а как думаешь илья пророк видел выглядел я думаю как добунов у нас игорь там такой я знаю ну вот видишь как господь свел и мы никогда друг друга не знали совершенно разное даже национальность разное воспитание и господь привел крепко держись православие вне православия ничего не ищи здесь полнота вообще ноги не ложись истинно ты им скажи одно только когда сектанты или скажи а вы откуда взяли с каком году они начнут крутить но скажи а до этого года то дух святой был или не был церкви а если он был до конках души той открывал себя как вы или как-то по-другому то есть они даже прямо показать что они никто самозванцы а скроме баптистов то сегодня еще насчитывается 21000 разных названий то это кто все они церкви все против церкви их можно против икон и против тысячи то что царство божие началось на голгофе тысячелетие царства вот три момента которые всех одинаково но остальное там одни пляжут другие дрыгают ногами лают это про то и говорить не надо так я могу сейчас попытаться найти эту фигуру его разница давай-ка сейчас вместе там которую картину мы смотрели вот гравюру а ну-ка поищи который там был который сейчас смотрели ездят и возрасте на гостины чуть пониже сделать ниже нет ниже нет ну я веду значит лучше падать вот это похоже где нет не похоже похоже на то не это 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 женщина это девора так что правы так дальше вверх надо еще поднять нет тут уже ничего не найдешь нет мы сейчас найдем найдем вот где 116 по 154 вот тут теперь ищите вот это похоже нет а вот это тоже нет ниже я вам скажу а вот это похоже но он руки вверх поднял просто а а там а там он держал книгу надо чтобы так я думал сначала моисея это это что 10 заповедь держит руки поднял так а что же такое да есть должно быть а вот где здесь ездра то здесь мы сейчас к его отнимали вот здесь ездра где-то есть вот она можно что скрижаль сейчас мы должны найти вот она какая скрижаль 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 я и говорю я думал сначала моисея две скрижаль 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 держит а потом думал ее разверните иначе что ты говоришь еще еще нету это мы пропустили его посмотри я вот эти все вот эти ваши фотографии отправлял знакомым по телефону мы трудились это наши вид губунов как раз раскрашивал посмотри внимательно внимательно это должна быть эта картина гестава даре уже посмотрели ну сейчас посмотрели там это два штуки у вас не вскрыт они начались а вас назад надо вернуться назад до назад вернитесь вот у вас то что красным выделено это значит вы смотрели вот синим нажимаете вот это или вот эту вот это вот да вот здесь смотрел колоди как подсказал то у нас дела пошел лучше сразу Смотри внимательно. Смотри ниже. Вот он. О, нашли. Видишь, как раскрашено? Подписано или нет? Подожди-ка, сейчас мы посмотрим, это второй или третий том. Третий, второй. Второй, третий. А вот сейчас мы посмотрим здесь у нас. Ну-ка, открывайте и вот так вот перелистывайте по одному. Так. А я третий том посмотрю. Ну-ка. Мы должны его найти. И подписано будет. Здесь про креста. Ваши, наверное. Или мои. О, первый том. Ну-ка, подождите. Ну, посмотрите. Нет, ты не все посмотрел. Я только по одной. Тоже их по несколько штук. А, по несколько? Конечно. Надо найти ещё. Подписано было. Вот такая у нас всё-таки дорогая. Тут ещё нету, да? Там дальше где-нибудь туда. Всё, нету? Там лисея тут уже перевели. Ну, сейчас нам те бери сейчас. Там, которые первые были. Вот эту ты не смотрел. Ага. Как Господь позволил нам отвязать в полный лист? Ага. Вязать их. Там белые листья остаются. Здесь нет. Это всё надо было раскрашивать в интернетной версии. Вот он. Вот. Ну, что там написано? Считаю внизу. Ездра читает народу закон. Минемия 8. С 1 по 8 стих. А, с 1 по 8 стих. Вот он, смотри. Сходится? Сходится. Видишь, вот мы пожелали найти. И на шее. Ну, тут обрезана. Вот эта борода не вошла. Вот здесь вот она. Обрезали её. А дальше так. 28-я глава начинается, где они? А это сдвинули её. Вот эта голова. Вот она, видишь ли? Одна только голова, а тут больше. А вы здесь крупно сделаете? Она увеличится? Она увеличилась уже. Нет. Вот это вот. Вот это вот. Вот здесь на весь экран сделать. А, разве она может на весь? Да. Вот. Ну, тут не написано. Ну, тогда да. Действительно так. Ну, вот так. Что мы узнали про Ездру. А если вы не читали, то и не знали. Да. А там такие вопросы в 3-й Ездр задавал Ангелу. Ездр задавал Ангелу. Ездр задавал Ангелу. Почитай. Ну, ещё на этом сказать. Сколько вы ещё пробудите здесь? Завтра у нас будет 9-я. У меня поезд 12-го. 10-го, 11-го на четверг. Четверг. Четверг вы должны сесть на поезд. Да. Который идёт на Москву. А во сколько он проходит? Ночь где-то? Ночь в 10-22. Он должен здесь утром сесть на поезд, чтобы до Барнаула добраться. А вечером он поедет оттуда уже с Барнаула. А ещё тут не идёт, разве могут туда? Куда? Зачем Барнаула-то, когда в Корчиной? А у меня с Барнаула там билет. А ещё раз из Барнаула, то обязательно там. За вами место это есть. Вы тут и сядете дорогой. А так можно? И с батюшкой надо поговорить. Я ничего не могу сказать. Вот смотри, какое Ездра. Как народ учит. Учи и говори. Ваша мама тоже не хотела, чтобы вы приняли христианство. Ну да. Теперь за маму молитесь. Как её звать-то? Фатима. Фатима? Фатима вот ей говорят. Фатима, да. Угу. У нас есть в Фатине. Это Светлана. Угу. Видишь как. Мы сегодня отправили к крещению. Ты поедешь, когда до дома доедешь. Уже на нашем, если всё благополучно будет с этим. С Ютубом. То найдешь там себя. Спасибо, Христос. Мы могли бы даже найти. Вот сейчас здесь крещение. Вот крещение. Давай-ка посмотрим, где воду. Володя объясняет, куда батюшке заходить. Откуда. Там пир. Всё остановилось. Сколько времени стоит. Ещё кадила нет. Ну, это кадила. Смотри. Вижу. Это я там комментирую. Угу. Вот он ты стоишь здесь. Видишь как. Вижу. Хорошая? Хорошая. Дорога какая. Снимает здесь. Природа. Вот попал ты куда. Дальше. Ты пошёл. Рыб не поймал. Рыб не поймал. Рыб не поймал. Еще фотографии будут. Узнал себя? Да. А если ты родиться и я там. Слушай, а я заслугал? Да, да. Ты говоришь? Нет, Вы говорите. Это я сказал? Да. Я говорю, снимаю прям вот в крупном плане. Сёса, Вы там встаньте кто-нибудь в это, чтобы подъезды стояли бы, чтобы помогали, чтобы не упали кто-то. Едры лезал? Ездры. Ты дорогой. Давай, извини. Первые ездры за две тысячи лет. Ты будешь достоин пророческого духа ездры. Заговаривайте. Батюшка все сделает как надо. Мне надо уговарить его было, потому что по канонам там как будто это не канон, а упустили. Не надо этого бояться. Батюшка ехал, мы себе палатку собирали уже. И по той стороне, а я не узнал его на велике. Ездра, Ездра, кричит. Я говорю, Володь, кто это? Так это батюшка. Олюшка. Так, мы сейчас закрываем это дело. Теперь смотри. Крещение. А вот первое крещение. Снимал Пащенко. Снимал Пащенко. Ого. Снимал Пащенко. Так на тебе что все благословенно было. Да. Как торжественно все. Снимал Пащенко. Снимал Пащенко. Снимал Пащенко. Эдем. Снимал Пащенко. Скажем. Снимал Пащенко. Немного справа. Справа чуть-чуть правее. Возьмите. Рыбку поймал и в него по Андрея попал. Голян еще. Я сейчас поеду к ней и выпрошу фотографии. Какой ты счастливый. Я говорю, выходи. Я говорю, а мне понравилось. Хорошо. Хорошо. Кто-нибудь в воду должен зайти. С тобой тут как говорится покончено. А теперь смотри здесь где-то фотографии. Где-то как-то будет. Помнишь, это цветы-то ставили? Угу. Это Володя. Угу. Угу. Сейчас еще собак надо выволивать. Так. Что ты приехал, когда? Да, приятно. Поклоны делаешь. У храма. Я фотографирую вас. Да. Моя, говорит, работа. Какая. Это что бы ты ни посмотрел, тебе это такое дорогое. Это рождение заново. Какой ты счастливец. Помяни нашего прокурора Максима. И чтобы меня тут с Ютуба не трогали. У тебя ремень, я говорю, что там написано о нем. Я прочитал только одно слово. Фокс это лиса. Фокс это лиса? Фокс лиса, да. А может что-нибудь другое мне там нет? Не знаю. У меня просто ремня другого нет. Я его зажимаю. Позвоночник там затягиваю, и он полегче мне становится. Я шел мимо, на конце увидал. Может быть это название фабрики. Где она? Да вот она. Мне надо прочитать. Полностью. Покажи. Фокс. Фокс, Фокс, Фокс. Фокс это лиса. А я не знал. Да я верю. Я бы откуда знал, если бы Господь не сказал. Гляди. Это я Ирину научил фотографировать. Я дал ей свой фотоаппарат. И она вот щакала. Я ей сказал, ты нигде не больше не фотографируй, береги батарейку. Вот она. Видишь, не видать. Там. А она-то все это на щакала. Да. У тебя своей фрешки-то нету? Нет фрешки. В мой мир войдет. Да я зайду, у меня есть же у вас. Да. Я тебе все носкидываю здесь. Вот он идет. Я прям зайду до этого. Счастливый. Иди и снимай тебя как. Видишь, вода какая, все тут уже это, ну настоящее. Я еще это сижу, мне надо ехать тогда к ней. Эта фрешка моя тут лежала. Так, все еще что-то есть сказать? Добрый день. Все. Собирайся. Ужнал, нет? Да. Все. Я не пошел, я тут ужинал. У меня тут есть что-то сухари, если. Если долго готовить, я никогда не жду. Я не люблю ждать, у меня времени нет. Я вот заберу. Да, это я тебе специально написал. Так. Подожди-ка еще одну, тут я гляну. Открою перевод. Почему его нигде нету? Нету. С чего вдруг ездят? Едетский священник. Известившийся после бавилонского плена, создавший еврейскую прелигию. Что такое ездоро? Давай считать. Термин, толкование. Еврейское. Жрец-книжник, который приблизительно в 450-м году до Рождества Христова составил пяти книжия. Вестительство, который действительно не был его автором. Вот как приписывает источник. Для остальных? Ага. И от других словаря. Ездоро, еврейское. Ездоро, арамейское. Бог есть. Помощь. Еврейское имение Азарий. Яхва помог. То есть Яхва. Бог помог. С колена Иуды. Священник вернулся из Илона. Плено. Вместе с Арвавелем. Его потомки жили. Ездоры. Помощь. Помощь от Бога. Понял? Давай запишем. Помощь от Бога. То есть от тебя всем должна быть помощь. Дорогой Ездоро. Бог есть. А почему карандашом я пишу? Дешевле. Только поэтому. Акономно начнем. Еврейский священник. Полный словарь. Попова. Полный персонаж. Словарь занимает. Другие значения. Смотри. Ездоро. Открыл Ездоро книгу. Это замер всего народа. Ездоро. Помощь. Помощь везде. Серая. Ездоро. Какие места? Ученые и удейский священник. Что священники. Ученые. Я даже не знаю. Ком так пишут. Но самый ученый. Законоучитель. Персидского господства. Книга. Ветхи Заяц. Третья. Четвертая книга. Царство. Упоминает. Истории. Близкие термины. Видал сколько мы разознаем. Бог. Бог есть. Бог есть. Термины. Какое. Термины. Больше ничего вроде нету. А шарообразности земли. Это только Ездоро говорит, что земля есть шар. Вот это да. Шарообразности земли или тонкости. Тонкости перевода. Всю землю. Владычий сел на обитателями земли. И Селикий Мороз. И удерживал власть на земном шаре. На земном шаре. Одиннадцать. Одиннадцать. Тридцать. 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 Слава тебе, Господи, за все, что ты сделал. За всю твою милость. Слава Богу Отцу. Господу нашему Иисусу Христу и Святому Духу. И иногда вас наседает, как мусульмане, Начинают что-то там, узнают там как-то, что-то. Ты никогда не разговаривай. Прими мой наказ. Слово Аллах никогда не поминай. Слово Магомед не поминай никогда. И Коран, три слова, не поминай. А спрашивают, скажу, у нас есть Святая Библия, Иисус Христос. И там написано так. Первая, сказать, глава 8-9 сих, Галатам. Если даже ангел с неба не то будет говорить, да будет анафема. Деяние 4-12. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Или, допустим, 3-36. Верующий в Сына Божия Христа имеет жизнь вечную. А не верующий не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Три стиха запомни, запиши. И вот и все. Меня послал Бог проповедовать Евангелие, а не какие-то другие книги. И все. Никогда не трогай никого. Запомни. Это тебе очень сильно поможет. Никогда, чтобы кто ни сказали, я люблю Господа, Он умер за меня. И кровь свою пролил, страданиям на кресте, меня Он искупил. Все, одевайтесь. Сейчас я поеду. Она мне спишет. Надо обуться и идти кормить собак. Сергей уехал. Все, выходите. Спасибо Христу Богу. Аллилуйя. Я выключаю. Вот я подкрою. Все. Сейчас его выйдет. Слава Христу. Вот. На этом.